Говорят, что геолог и все. Вообще все вопросы отпадают вообще. Пейзажи там, конечно, космические. Зачем вам это надо? Говорят, ну вот нам интересно. Я же вообще не знала вообще, куда я приехала. Там пока вот до чего-то мягкого доковыряешься, уже это 10 потов сойдет. Дорогие друзья, с огромной радостью открываю сегодняшнее наше заседание клуба Камневеды. Рад вас всех приветствовать на канале Камневеды. Подписывайтесь, приходите к нам в клуб. Мы наконец-то пришли к тому моменту, когда вернулись из полей наши перелетные Камневеды, которые летали по всей стране и собирали прекрасный материал. И сегодня наша первая прекрасная ласточка Алена Парусова. Давайте любить и желать. Всем добрый вечер. У меня весь этот год был посвящен чисто минералогическим поездкам. Я даже себе не уделяла внимания только минералам. Поэтому было 4 поездки, 2 из которых на Урал. И 2 эти поездки связаны между собой. То есть первая, можно сказать, такая была разведочная. Первая, я в первую поездку приехала в Свердловскую область. И первым делом решила посмотреть, остался ли еще родонит в месторождении Малоседельниково. Туда я буквально забежала на часик, потому что карьер уже рекультивирован. И ходили слухи, что все, уже там, в принципе, ничего не найти. Ну вот буквально за полчасика я здесь, конечно, плохо видно, но такие вот розовые кусочки, они видны. То есть если колоть, то, в принципе, там родонит еще остался. И если так старательно там поковыряться в этом карьере, то можно найти и родонит, или как его называли, орлец раньше. Хорошего достаточно качества можно тоже некоторые куски найти. Но дальше у меня план был посетить исторические еще месторождения, такие как Мурзинка, Малышева. Вторую поездку мы как раз-таки спланировали с моей подругой Екатериной, которая, к сожалению, сегодня не смогла присутствовать. Вот, поэтому я буду рассказывать за нас двоих. В первую поездку в Малышево я не попала, потому что это был май, и все горело. То есть там весь тот район лыхал, и ехать туда было, в принципе, бесполезно. Поэтому поехали мы туда уже в нашу поездку вместе с Катей, когда в июле пожары утихли. Сразу оговорюсь, что у нас сбора материала зеленого цвета такая задача не стояла. То есть мы хотели чисто ознакомиться с самим местом, с исторической точки зрения, посмотреть, что сейчас представляют из себя карьеры, в принципе, там отвалы, и само это место старинное и известное. Поэтому вот вы можете видеть, как мы честно подъезжаем на КПП. То есть вон там Катя стоит, договаривается с охраной, объясняет, что мы хотим посмотреть, как чего тут у вас устроено. Но нас послали сразу же на шахту, никуда-то там далеко. Ну да, просто в чем дело, у нас была арендованная машина на 125 номерах почему-то. И все считали, что мы приехали с Дальнего Востока, поэтому к нам очень с такой теплотой и сердоболей, наверное, относились. Говорят, а зачем вам это надо? Говорят, ну вот нам интересно. Шахту мы посмотрели вблизи, причем так странно, мы как подъехали, охранник увидел нас, просто повернулся и ушел. То есть совсем в другом направлении даже. Ну мы туда, конечно, не пошли внутрь, но снаружи. Вот эта звезда знаменитая, вот она как раз таки, мы там были, поднималась порода, работали вот эти вот механизмы. И у них есть такая традиция, что если какой-то очень хороший материал поднимается, то загорается звезда. Ну, естественно, днем, наверное, не так видно, а ночью мы видели как раз, когда она горела. Но вообще само такое вот впечатление от Малышева у нас осталось такое странное, потому что такое сюрреалистичное. Мы когда приехали, лил дождь, и уже вечерело, поэтому мы искали место для ночлега, так как мы ночуем в машине в арендованной. Вот специально выбрали большую машину, чтобы там спать удобно было. Берем с собой спальники, и поэтому это у нас такой дом на колесах, и мы не зависим ни от каких-то отелей, палаток, погодных условий, то есть на самом деле это очень удобно. И мы выбрали такое место, как нам казалось, самое на отшибе, там гаражи вроде какие-то, там природа где-то там рядом, лесочек, соответственно, необходимый. Вышли осмотреться, смотрим, там какая-то помойка вообще, реально какая-то свалка. И вдалеке как раз там горит где-то там звезда. То есть мы понимаем, что это вот как раз мы приехали к самому карьеру, к отвалам, совершенно случайно, вот пальцем так вот кнув там на карту. Вот, и первым делом мы там встречаем женщину, так у нас подозрительно, то есть дождь льёт, мы такие все красивые, ещё свеженькие, с самолёта там в белой обуви, в кроссовочках, с телефончиками, идём посмотреть, пофоткать. Нас так женщина спрашивает, а, говорит, а вы за грибочками приехали? Ну, то есть там блюдут, ну вот, чтобы у вас там не было иллюзий. Вот, как рассказывали, что все докладывают, местные жители, то, скорее всего, так, потому что она очень подозрительно к нам отнеслась, когда мы уже сказали, что да нет, мы просто хотим сфотографировать карьеру, но тут какая-то вот свалка, где такое место-то посимпатичнее. Она так обрадовалась, да, говорит, на эту свалку ещё детей привозят копать, а сама стоит там, прячет совочек сзади себя, какой-то там с лоточком. Мы поняли, что это место там всё, в принципе, перекопано, то есть какая-то прям вот эта полоска, видать, вдоль отвала, то есть там сплошные какие-то такие вот закопушки. Вот. Ну, остались мы там ночевать в гаражах, и оказалось, что это самое какое-то людное подутро, что это самое людное место, то есть уже там с утра в 4 утра вокруг нас там жизнь кипела. Ну, и я так поняла, что как раз вот это место было любимое, та самая помойка, где ищут, наверное, таки тот самый камень. Вот самое смешное, что мы когда остановились на проезжей части, я взяла просто камень с дороги, ну, характерный такой, да, там вот слюдистый, просто на память. А дома уже, когда его вот просто почистила щёткой, тут вот немножко оказались такие два, ну, такие они, берильчик такие, прям бледные. То есть я преступлением уже скажу. Возможно, там ещё что-то внутри, если бы ты делаешь. Ну, я знаю. Ну, то есть место интересное с точки зрения ознакомиться, как там сейчас обстоят дела. Мы очень хотели попасть вот на Мариинский приезд, потому что на само КПП, ну, не КПП, там предприятие, где раньше проводили экскурсии, и там у них свой музеечек, и оттуда вроде как, мы считали, что оттуда они куда-то вводят экскурсии. Мы туда очень стремились. Но оказалось, что сейчас это всё закрыто после пандемии, и туда вообще проникнуть в принципе нельзя, потому что нас остановил там один сотрудник, такой достаточно высокой должности. Девочки говорят, а вы куда? Говорят, ну мы в музее. Он говорит, всё, нельзя. Тоже посмотрела на номера нашей машины. Говорят, я ничем не могу помочь. Ну, мы пока там ещё сидели, думали, куда дальше ехать, он вернулся. Говорят, ладно, берите паспорта, быстро это, я вас проведу. И он нам показал там вот этот музей, фотографии показал, чего там добывают, конечно, потрясающие образцы, там много чего рассказал интересного. Но так мы туда проникли, получается, вот в этот музей. Дальше мы поехали по Режевскому тракту. И так как наслышаны о цитриновой копе, около 61 километра, не имея никаких привязок, просто тут был вопрос, как вы находите там эти места. Вот на форуме читали, что вот 61 километр, цитриновая копь. Ну и вычислили логическим путём, что где-то между 60 и 61 она должна быть. Соответственно, пешком там плутали-плутали, но нашли. Вот как она, в принципе, выглядит. Уютное такое достаточно место, в принципе, там и на машине можно было подъехать. Ну, цитрин я нашла вот один, вот он там на фотографии, такой цитринчик небольшой. Остальное там, кварчики, в принципе, кристаллики небольшие, вот такие прям чистенькие, такой прозрачные. Можно пособирать, цитринов немного, но всё равно они там где-то есть, то есть кому как повезёт. Ну и, соответственно, никак мы не могли объехать липовский карьер. Прекрасное, красивое место, даже просто вот посетить его, посмотреть на эту красоту. там это сейчас заказник, и ребята там сделали домики, всё очень цивильно, потому что там можно и с ночёвкой остановиться, и там перекусить, всё посидеть, очень удобно. У них даже есть какая-то там такая процедура для детей, намывание турмалинчиков, в сито, тают ситечки, есть порода, и можно там что-то намыть. Я там нашла такой малюсенький такой кусочек. Но так как я была в прошлом году там, конечно, в прошлом году я маленьких там больше находилась, сейчас уже прям совсем мало. Но нас это тоже место интересовало как водоём, потому что мы на машине, и купаться мы хотели. Поэтому для купания тоже прекрасное лето место для отдыха, очень рекомендую. Там же мы и заночевали как раз. И дальше рядышком как раз уже доехали до знаменитой Мурзинки. Я там уже оказалась второй раз, и вот как поездки, они складываются одна в другую, перетекая то, что первый раз в Мурзинке я случайно встретилась с жителем местных деревень, который тоже занимался поиском камней. То есть у нас случайно пересеклись дороги, и мы с ним разговорились, он мне показал там какую-то свою коллекцию, и договорились о том, что он нас поводит по каким-то вот таким знаковым местам в следующий раз. И мы уже через два месяца мы практически уже были опять же там, Мурзинки. Место потрясающе красивое, само по себе, природа, всё. И там есть интересный музей, который был основан Иваном Зверевым, внуком того самого Данила Зверева, с которого Бажов писал. Ну, там разные истории ходят, что он там на самом деле не он всеми этими минералами обладал, а другие. То есть как-то там местные легенды, они по-разному интерпретируют этот факт, но вот как бы официально считается, что Минералогический музей имени Ферсман, он так и называется в Мурзинке, прям указатели, там ещё с федеральной трассы уже на него есть. Расположен в здании старой церкви, поэтому такие вот своды расписные. Ну, коллекция такая, конечно, не особо богатая, но просто сама атмосфера, сами местные экскурсоводы, они настолько хотят куда-то там тебя вот спровадить, отвезти. Говорят, тут у нас, говорит, корунды рядом есть. Говорит, идёшь по мостику, налево красные, направо синие. Я говорю, да ладно. Ну, просто это вот. Я говорю, прям есть, прям есть. Говорит, мои там экскурсанты находят. Вот, я говорю, а где? Ну, там точку на карте показал. Ну, естественно, я уже там через этот мостик, этот подвесной страшно, он шатается, ещё там скрипит, вначале там старые какие-то доски, там сейчас провалюсь, до этих корундов пока дойду. Вот, ну, пришла там, что-то корундами вообще не пахнет. Ну, вот встретила там местного вот этого жителя, как-то вот хорошо пошла, вот мы там встретились, у нас уже следующая поездка получилась. То есть вот надо, если вот посылают, надо идти. Что-нибудь да найдёте. Если не корунды, то какие-то вот, ну, хотя бы там встречи интересные. У них там, кстати, в этом музее мастер-классы проводят для детей. Мы когда ездили туда с клубами на Геонг, у них там, во-первых, они также что-то там собирают из камушков, у них там есть такой чан, там тоже промывать, тоже камушки какие-то там намывать. Да, там разные, разные прям активности, но они прям молодцы, они вот и водят, там, причём, я посмотрела на такой пресс-курант, 100 рублей на этот альянс ходить. Вот, то есть я так понимаю, это вот как группу ведут за 100 рублей. Ну, что-то прям совсем как-то, лишь бы идите. В церкви в карту не нарисованы, минералы так красиво. Я бы им хотела, вот прям хочется сюда, да, вот какой-то там, да, аметистик там или, ну, да, что-то такое туда поместить. Вот, но, когда мы уже в следующий раз приехали и остановились там на базе вот у этого человека, он просто попросил себя не афишировать, но это прям подарок судьбы был, потому что он как будто вот его из того века взяли. Мы очень с Катей ценим такие моменты, когда есть такой вот элемент аутентичности, когда человек, у него даже речь какая-то вот с какими-то историзмами, то есть говорит он вообще, то есть он абсолютно несовременный вот так вот, ну, в хорошем смысле этого слова, то есть вообще там далёк от гаджетов каких-то, всё вот такое, вот, и влюблён просто вот в родной край, в свои минералы, говорит, мне ничего, зачем мне куда-то ехать, всё у меня здесь есть, зачем мне что-то искать, зачем мне там, там тот же там, не знаю, Малхан, вот у меня всё здесь своё. И мы с ним, ну, это вот такие как раз зарисовки местной природы, это такое у нас там утро туманное, ну, очень красиво, там на берегах Неевы, просто сама речка и сама Мурзинка, как прям, не знаю, такая жемчужинка. Это мы с Катей собрались в поход, нам дали инструмент такой серьёзный, вот, поэтому мы уже такие довольные, то есть мы пересели на его машину, на его Ниву, на свои мы как-то попаялись, потому что перед этим сезон был, там недели две шли сплошные ливни, и, соответственно, ну, как хорошо, нет, вот из-за этого мы на Алабашку не попали, потому что, ну, вот и дороги они размывают, а мало того, что лес возят и лесовозы, как бы всё вот, потому что он тоже нам рассказывает, раньше лес можно было вырубать, только зимой, и, соответственно, дороги сохранялись, а сейчас как бы дали на откуп как бы круглогодично, и дороги превратились просто там в непроездные для такого, вот, и очень много там леса вырубают, на самом деле, то есть прям едешь, и везде вот эти вот делянки, ну, нас он повёл, там, я не знаю, то ли большая, то ли малая тележница, у него была вот такая карта, вот ещё времён ферсмана, нам это прям вообще было вот в удовольствие, то есть мы прям попали вот в те времена, то есть по этой карте, причём он тоже там сам работал, какие-то там шурфики там раскапывал, туда нас отвёл, там шурфики такие по 20 метров, туда, ну, по 1,8 метров туда спускалась, ну, прям поражает, как бы такая работа, то есть в этих вот старинных, они где-то там лет 10 тоже там в местностях копают и находят, вот мы пришли вот на такие места, там в отвалах особо ничего не нашли, ну, какие-то там слабенькие такие там обломочки, там что-то такое, там по кристаллику там аметистов, но он там вообще не ярко выраженный по цвету, то есть он такой вот больше в сиропе, новичковатость какую-то, но само строение кристалла очень интересное, там такие они сложно сочинённые, что вот ни с чем не спутаешь, вот именно с той местности. А этот человек, он коллекционер какой-то, или он для чего роет вообще? Ну, вот для чего всем, он что-то роет, нет, он вообще ничего не продаёт, нет, вот чисто для себя, для удовольствия, да, поэтому вот то и ценно, что никакого коммерческого там интереса у него нет. вот там в отвалах мы ковырялись, я уже даже не знаю, мы просто через такой бурелом там проходили, то есть это вот просто сплошные кусты, дороги не видно, и вот мы там напролом, непонятно куда, вот куда-то он нас вёл, я даже вот не могу то есть соориентироваться, я первый раз в этом году вскрывала какой-то дедовский отвал, то есть это с лопатой, вот я теперь поняла, что такое задернованные отвалы, это вот когда вот эти 50-60 сантиметров лопатой к корне перерубить, там пока вот до чего-то мягкого доковыряешься, уже это 10 потов сойдёт, вот, но моя самая любимая такая вот, вот такой скипетр, красивый, но он не сиреневый, но всё равно он прям, да, он формы прям вот идеальные, это вот я, не зря я там пыхтела с этими корнями, вот, поэтому, такие тоже, ну, они все там не сиреневые, но формы, конечно, ну здесь вот если там приглядеться, там есть какой-то цвет внутри, но интересная, зато такая у них конструкция, многоголовые, то есть узнаваемые, мне кажется, вот таких больше особо нет, потом, ой, это пролеснет, вообще не отсюда, да, мы ещё побывали на Ватихе, ну, естественно, как бы побывать в Мурзинке, и на Ватихе не побывать нельзя, отвалы все, даже при нас уже перебирались там народом, то есть все едут семьями, все ищут аметисты, я нашла там такой небольшой только осколочек яркого цвета, какие-то там, говорят, кристаллы находят, но я что-то уже прям очень сомневаюсь, потому что очень популярное место, подъезд идеальный, то есть туда толпы едут, ну, так, дальше там, конечно, можно там что-то поковырять. А каких-то новых шурфов нету, или только старых роются там? Да, мне кажется, есть, просто туда не поведут, в новые, наверное, но я поняла, что там вся полоса, она вся аметистоносная, и копать там, наверное, можно не перекопать, там вопрос подъезда, и как бы рабочей силы, нет, это сейчас, это вообще другое, пересняю пока, это вообще бурибские ямы, дальше мы поехали уже к другим проводникам, то есть у нас вот это, это единственный поезд, когда у нас все было четко спланировано, заранее обговорены проводники, кто у нас был, это у нас Александр Горбунов с Антоном, просто, ну, это прям идеальнейший из проводников, они нас повели в Вишневогорск, в Курочкин лог за Вишневитом, Вишневит мы там поискали, нашли, очень интересное место, ну, вообще, само место, конечно, потрясающее, то, что там такая минерализация, богатый очень, но, вот я хотела Дмитрия Анатольевича спросить, это деревянное, это меняет дело, в Курочкином логе мы побыли и на пятую жилу, мы еще попали, там цирконы интересные, эльминиты, ну, циркон, где мой циркон, они, когда колешь, конечно, очень многие раскалываются, вот он циркончик, то есть вот породу, если колоть, они внутри породы, и иногда, прям кристальчик, я его подклеила, конечно, но есть возможность, да, пожалуйста, это вот такой вот, из пятой жилы, рядышком тоже мы поехали, подожди же ты туда, в Верхний Уфалей, там, вот на месторождении с лимонитовыми жиодами, у которых колцидон, они у меня выглядят, мы копали очень долго, то есть прям, ну, слой такой серьезный был, который мы вскрыли, чтобы вот добраться там до этих жиод, но они очень красивые, то есть там их раскалываешь, и внутри такой вот черный, блестящий холцидончик, там есть большие, просто большие там какие-то не брала, снаружи они, конечно, такие вот прям страшненькие, внутри он весь прям блестит, на солнце играет, прям вообще красиво, и там вот как раз были вот эти деревянные, как зубья такие, нет, это деревяшка, дерево не попало в среду, не реализировалось, нет, они деревянные, легкое, да, ну, вот интересно, да, что это такое, да, мне какие-то колышки куда-то что-то вставлены, а с животными, конечно, там очень интересно, потому что иногда копаешь, копаешь, такую бурьку, прям вот эту бомбу, там выкопаешь, ее надо колоть, ну, вот какие-то там просто все заполненные породы, а какие-то там где-то прям маленькая, там животка есть, ну, вот нам таких прям больших, что прям огромных, не попалось, но вот мы больших много находили, но они вот такие были, к сожалению, без халцедона, маленьких находили, красивые, вот, дальше, да, да, конечно, прекрасное озеро, у нас проводники были вообще идеальнейшие, они нам устраивали такие вечера, там с шашлыком, с костром каким-то безумным, то есть прям мы себя чувствовали, где же шашлыка и костром? Ну, я постеснялась. Ну, все стесняются, не знаю, они, как мы их там, вот, в общем, на берегу очень хорошая стоянка, и всем прям рекомендую, и купание, и место для стоянки, для палаток, там прекрасное. Хромиты там не искали? Кого? Хромиты. Я нашла там только гранат какой-то, прямо говорят, что можно собирать там минералы, прям по берегу озера, я проверяла, я нашла прям такой цельненький, кристальчик, но он такой уже обтрепанный, но все равно они там есть. Альмандин? Да там не поймешь, он такой весь, наверное, ну, Альмандин, скорее всего, да. Вот, в общем, мы очень довольны, что мы вот попали к... к Александру Горбунову, поэтому в следующем году обязательно, как бы, я думаю, к нему мы тоже собираемся. Это наша, прям боевая, я не знаю, друг подруга, наша машинка любимая, она нас выручала, вообще там, в таких, и в ямах, и в холдобинах, мы внутри сидя, не чувствовали вообще никакой неровности дороги, то есть настолько идеальное транспортное средство вот для бездорожья, просто и проходимость, и все, и главное, там много места, чтобы там вдвоем мы прям шикарно располагались на ночлег, то есть мы там, извините, мы твою палатку даже не раскладывали, да, я один раз ее разложила, говорю, чтобы хотя бы уже это Валя зря давал нам палатку, мы уже так это, да, просто все, чтобы сфотографировать, что мы ее разложили, да, там отлично, то есть вот машину очень рекомендую. Это аренда? Ну, да, естественно, мы брали варь. Представляете себе лица, вы говорите роли, лица добычников, когда она делала карьеру щебеночного. Да, да, да. Уезжает вот такая машина, вырезает вот такие две фотомодели. Нас там снимали на камеры, да, да. А мы еще такие инструмент возьмем, такие все прям приодеты, шоу такое приехал. Я Кате предлагала ее еще заранее обклеить там какими-то наклейками, чтобы уж приехать прям красиво. что-то, я думаю, в следующий раз мы закажем наклейки, там, экспедиции и прочее, чтобы уж красиво приезжать, прям снимать. Это немножечко нашего быта сейчас, да, то есть вот как у нас, у нас почему-то все время где-то мы на траве ели, то есть на это мы вообще не обращали внимания, не заморачивались, то есть вот ночлег у нас уже был, мы не тратили время на поиски там, да, и добирание до вот этих точек, ночлег, да, там палатки нам некогда было раскладывать, то есть вот упал в машину, все, уснул, проснулся, там спальник отодвинул, сел и поехал. Это очень удобно, это очень экономит время, то есть вот прям последнее время я только вот так вот с помощью арендованных машин и путешествую, независимо вообще ни от каких там условий, ни погодных, да, ни каких-то там, да, человеческих. Вот, питались мы очень просто, то есть пока мы были без Саши Горбунова, у нас питание было, это в лучшем случае доширак там, и брали мы с тобой такой армейский котелочек, но так как костры там запрещено, там же пожароопасная обстановка, нас выручала туристическая свечка, вот я уж никак не предполагала от нее такой прыткости, то есть у нас была вот обычная свечка туриста, такая вот, ну как в консервной банке она что ли, он вот у нас, у меня чемодан так еле закрывался со всеми этими спальниками, мы же с чемоданом, мы же на самолете прилетели, поэтому у нас вот этот вот багаж, вот и чемодан, у меня просто, мне когда еще сказали показать, что я там везу, меня вызвали на ручной досмотр, Катя испугалась, что такое, оказывается, спички нельзя провозить, нельзя спички провозить, да, говорит, у нас спички не летают, у меня из-за этих спичек, вот, меня вызвали по громкой связи, да, не в ручной, никак их не, не в ручной меня не изъяли, я кибель не летал, а, ну потому что ее может не увидели, вообще, они вообще не летают, вот, сухой горючий, у меня тоже, меня посчитали по таблеткам, сколько, все записали, каждую таблетку, вызвали по громкой связи, муж там, в юти-фри, такие нормально расселись, и тут такой, парус, вот там, 10 раз, у Катя, что ты опять там натворила, да, то есть, первый раз там, с этим столкнулась, зашла в эту комнатку, мне там открывать, я говорю, только закрывать будем все вместе, поэтому у меня там, какие-то там горелки, там, самые необходимые, зубные щетки не влезали, это уже уровень про, но мы абсолютно, спокойно обходились этой свечкой, нам хватало, чтобы вскипятить котелок воды на двоих, то есть, вот, чтобы заварить там, широко, даже на чай у нас хватало, то есть, вот этого котелка, с этой свечкой, не один раз она нам вот, сослужила, но потом я, как ты говоришь, с кружкой стала ездить, когда одна, то есть, уже без котелка, то есть, тоже удобно кружку какую-то такую взять, походную, и ее кипятить, поэтому... я знаю, извиня, перебью тебя, по себе знаю, что вот в азарте, вот добычи, скажем так, вообще не думаешь о еде, там вот просто, ну вот реально, там, чуть-чуть передать силы, как-то, да, это питаешься энергией камней, не заморачиваешься, ну есть такой, наверное, у всех, что вообще вот не до этого, там воды еще хлебнуть, и то там вспоминаешь, а еда, как... Ну, с инструментом, да. Откуда что сваливается, какая погода была, там дождь прошел, все-таки что-то разомыло. Нет, все, это подготовка к поездке, это вообще вот отдельная тема, потому что, да, это прям надо заранее прорабатывать. Можно дом уж купить в интернете дешевле. Я вот с инструментом столкнулась, что иногда вот не хватает серьезного инструмента, что вот видишь образец, вот хочешь его взять, а вот кувалды не хватает. То есть кувалды пятерочку, да? Да. Хотя бы пятерки. Ну, хотя бы двоечку, вот хотя бы, потому что прям не хватает, потому что у меня все время молоток-камечка с собой, ну, это мой любимый вот инструмент. Ну, вот это все надо, но это все весит, это надо на себе куда-то там тащить, и как бы, да, ну, а зубила без кувалды чего? Нет, нет, просто с обычным молотком зубила хотя бы, чтобы что-то можно было... Ну, у меня маленькая, так как он, кернил, как он, кернил такой маленький такой, вот я его ввожу с собой в сумочке у меня так, чтобы подстучать там, такой женский. Ну, да, это надо заранее знать, когда едешь уже, продумывать какие-то, с собой брать, это согласно. Так, ну, ватиха? А, это у нас ватиха, ватиха у нас уже... Ну, вот так вот выглядят, вот от вала ватихи, вот, они там большие на самом деле, ну, есть там одна такая полоска, вот, где все выкапывают какие-то хотя бы осколочки, дальше, ты уже перевеснул? Ну, подожди, я сейчас расскажу, как у нас там с Катей уже, там, конец поездки, был очень веселый, потому что мы распрощались там с нашими проводниками, и они нам дали, вроде, указание, как найти кварцы с рутилом на Ольховке. Сами туда не поехали, мы решили туда ехать без них, но понимали, что приедем на точку где-то уже к 6 часам вечера, а там километра 4, наверное, в одну сторону пешком только идти, то есть мы в 6 приехали, пока мы там купели, еще по дороге нашли, там скупались, воды набрали, там уже было, наверное, пол седьмого, и нам еще 4 километра туда, обратно, а в 9 уже темнеет, там 9, там начало 10 уже темнеет, а там прям лес такой конкретный, то есть точку в лесу, и вот эти гуревские известные вот ямы. Найди мне, кстати, там их, вот они там, мне что-то не соскочили туда, вот они, да, ну, вроде все хорошо, да нет, вот эти, все хорошо начиналось, мы шли, ну, правда нам сказали, что там нормальные дороги, но дороги там вот такие, у лесопилки мы оставили машину, и пешком вот пошли, сначала были плитки, потом дороги такие, ну, проходимы, хорошо мы в сапогах пошли, не послушали никого, и одели сапоги, дальше вроде надо было повернуть, то ли налево, то ли направо, и где-то там метров 350 по диагонали что-то там искать, ну, в общем, мы не в ту сторону повернули, и час мы по такому бурелому плутали, что там просто, я такого в жизни еще не видела, причем там породы еще такие выковырчены, то ли там, я не знаю, то ли какая разведка была, или что-то такое, то есть там граниты, вот эти глыбы, между ними дырки, я там замучилась просто лазить, там еще мы не знаем, там медведи не медведи, у Кати там в лопате свисток был, я какую-то колотушку нашла, из этой дороги там шли, вот вы шли, я там с этой колотушкой, Катя там свистела, короче, вот, и тут у Кати прорезался телефон, который молчал всю дорогу, то есть вообще у нее связи не было нигде, и именно вот в этой точке, где она сказала, там связи точно нет, у нее заработал ее билайн, это нас спасло, потому что мы с Сашей стали названивать, куда там свернуть, он нас хотя бы сориентировал, и мы дошли до этой все-таки ямы гурьевской, вот, но уже прям совсем уже серость такая была, уже солнце село, но хотя бы что-то было видно, ну, тут прям еще телефон он засвечивает, ну, прям уже было серенько, поэтому, а там надо намывать, кварц же, посмотрите, то есть они не вот прозрачный, прям там рутил торчит, то есть это такой дымчатый кварц, и где-то там надо углядеть еще вот этот кристальчик рутил, рутил красный, и намывать, мы там что-то сначала намывали, намывали, я потом плюнула, просто стала все какие-то подозрительные образцы складывать в сумку, потому что понимала, что нам надо еще дойти обратно, и как бы там, ну, темно уже, непонятно, как идти, вот, и в результате дом я три штучки, оказывается, схватила тех, которых нужно будет, поэтому мне это как-то повезло, Катя тоже там нашла, то есть мы и кварц нашли с рутилом, и вернулись мы уже в глубокой вообще просто темноте, до следующего утра, а все у нас, мы уже улетали, там, там уже, что-то у нас там, да, там прям программа, то есть нам надо было еще на крокаиты заехать, заночевать, вот, то есть у нас все было, вот, время расписано практически там, ну, не по минутам, по часам точно, то есть где-то вот так вот, а я здесь вот утром посмотрю, такого не было, то есть либо сейчас, либо никогда, поэтому нам эти вот прям приспичило, ну, мне, наверное, больше, Катю я там, конечно, уходила, и мы ночью уже пришли, еще доехали, там рядом Первомайско-Зверевское месторождение, говорю, нет, ночевать будем на крокаитах, поехали туда, там, пять километров буквально, поехали там, как раз встали на ночевку, с утра еще посмотрели там месторождение, что там осталось от этих канав, которые все рекультивировали, засыпали, ну, тоже собирали там образцы, такие, мало их уже осталось, ну, просто жалко, что они от погоды, от солнечного цвета, конечно, они все сереют, тускнеют и превращаются в такой уже некондиционный материал, вот, но образцы мы нашли, и на этом наша веселая поездка, конечно, закончилась, поэтому вдвоем, конечно, ну, весело путешествовать за камнем, интересно, и очень хорошо, когда есть люди, которые там тебя встретят и покажут, расскажут, вот это ценность большая, но надо их где-то тоже как-то с ними познакомиться, как-то вот эти связи, как-то, чтобы они сложились, то есть это все тоже каким-то вот опытным, долгим путем приобретается, это не вот раз, и ты все это создал, нашел, вот дальше у меня была поездка уже на Алтай, туда я поехала тоже не одна, как обычно, ну, ты верни, я поехала с младшим сыном, вот, который, ну, вообще минералами особо не интересуется абсолютно, вот, я им обещала, что это будет такая развлекательная поездка, а сама себе все-таки запланировала, что половину поездки я все равно за своими медными любимыми минералами съезжу, и, естественно, прилетев в Барнаул, и зная, что я три с половиной часа езды от Каменушки, я не могла не заехать на Каменушку, то есть там у меня это любимое место, где и реально что-то найти, и красиво для глаза, там есть два пути подъезда к этому карьеру, вот сам карьер выглядит вот так, то есть это медное месторождение, оно сейчас уже не действующее, там с 15-го года, по-моему, оно уже прекратило свою работу, месторождение на золото было, и, конечно, там, когда в 15-м году вскрыли вот эту вот зону окисления, там безумные вот эти образцы, которые сейчас, к сожалению, уже все практически исчерпаны, даже уже в отвалах, есть два пути, один через такой кривой туда добирание, через поле и в горку, а другой, вот, перелись ли мне на эту, нет, наоборот, сюда, то есть вот дорога, она не доезжает до этого месторождения, если ехать от Гуревска, то есть вот дорога уходит в поле, причем поле частное, там местный фермер, он там выращивает что-то, и жители Гуревска у него, по-моему, арендуют там какие-то вот кусочки земли, сажают там, например, картошку, а фермер там за них все дело, окучивает, поливает, то есть они там как аренду платят, тут у них такой прям очень удобный бизнес, поэтому он там иногда, вроде говорят, гоняет, но мы его ни разу не видели, можно объехать, и как раз таки попасть вот на уровень, вот самый дальний получается карьер, если брать вот вход основной, то это получается его самый дальний край, там интересное место, там как раз таки можно, ну там все надо колотить, вот там, конечно, без кувалды делать вообще нечего, то есть там надо смотреть по цвету, вот где она зона окисления, сразу бежать к этому цвету, искать какие-то там глыбы, и смотреть, что у них внутри, поэтому вот кувалда со мной была, нет, я хитрее сделала, я на Вайлдберрисе заказала в Гурьевск, доставку кувалды, зубила, то есть всех этих кирк, потому что у нас там багаж вообще там 10 килограмм был, мы доехали до Гурьевска, взяли все это добро, и уже поехали на карьер, потом куда-нибудь на Авито продала, мне все в клубе пригодится, с детьми езжу, у меня же там лишний инструмент, это вообще золотого стоит, вот такие вот оттенки лимонита, и там с такими щеточками малахита, игольчатыми, можно там вполне себе наколоть, то есть это не такое, не уникальное, что-то вполне себе такой образец, характерное для этого месторождения, но пейзажи там, конечно, космические, просто марсианские, это вот попадаешь, как я не знаю, на другую планету, потому что все отвалы, красные, зеленые, особенно, конечно, тут вот железная вот эта вот вскрышка, которая, она прям возвышается, вот это вот, тут никакого вообще нету, ни фоторедактора, ничего, то есть там на фоне ярко-голубого неба, вот этот вот ярко-ярко, там красно-рыжий цвет отвалов, потрясающий. Там мы походили и поехали, было очень жарко, то есть вот такие вот образцы мы уже... Красивые. Да, это уже образцы с азуритом, с кристаллизацией, вот как раз-таки самое любимое, наверное, вот он азур-малахитик, такой он с феролитиками как раз. Да, тоже такие кусочки можно найти. Мы там решили не задерживаться, потому что было очень жарко, было очень много мошкары. Это было, наверное, первая половина августа, я никак не ожидала, что там столько летает вот этих вот насекомых, поэтому там младшего я вообще там зачехлила во все, просто вот он был в комбинезоне, и лицо, чтобы никто ничего не проник, потому что клещей там не приходилось бояться, мне кажется, в такую жару, они не работают, а летающие очень даже активно мешали. И что я хотела сказать? Два года назад, когда я там была, мне приходилось километров семь таскать до вот, ну, своей сумки, до главного въезда, потому что меня там таксист ждал, я приезжала туда на пять дней, брала таксиста, чтобы он меня с утра отвозил, вечером забирал, я жила в Гурьевске, он как на работу меня пять дней возил туда, вот с утра доезжаем, говорю, так, в шесть часов будь здесь, если меня, я одна же, думаю, если меня не будет, иди ищи, он прям проникся, потом ходил уже сам, ему интересно было, что я там делаю где-то, но я таскала очень далеко, потому что подъезд на машине был перекопан, там прям насыпь была, и на машине невозможно было проехать. Сейчас всё приезжаем, всё вообще срыто, дорога идёт прям вот как раз-таки до самого карьера, у меня фотография карьера, это была сделана из машины, то есть прям машина идёт вообще туда вплотную, ну, думаю, это же и подозрительно, зачем? И там вдалеке работают экскаваторы, и там как раз где золотоносные вот эти отвалы, оставшиеся, вот которые вроде как там чуть-чуть ещё там какие-то грамульки этого миллиграмма золота содержат, там как раз работали экскаваторы, поэтому не факт, что там что-то не возобновят, неспроста же они там работали, но дорога пока есть, и можно приехать, это очень удобно, потому что идти там далеко, и как раз-таки вот с того места вот такие вот образчики, там прям в самой дороге можно спокойно пособирать, ну, Малахиты я вот в этот раз прям хорошего не нашла, но мы там буквально вот заездом были туда-обратно, ну, вот такие они какие-то вот, куски Малахита тоже валяются. Да, и дальше наш путь лежал в Барнаул, обратно, просто у нас там с машиной была небольшая накладка, нам вместо Киа Селтаса, который повыше, сказали, что он сломался, дали Шкоду, сказали, ну, она же зато новая, Октавию низкую, ну, она же новая зато. А мне-то надо туда, в сторону Змеиногорска, то есть в Алтайский край-то там найти все месторождения, все говорят, там дорогу вообще, вы вообще туда не проедете, там на обычной машине, думаю, ну, на Шкоде. Я все время просто, я первый раз водила вот такую машину, низкую, все время на высоких, сначала у меня там первый час был стресс, потом я вообще, как родная к ней уже привыкла, вот, и мы поехали в Барнаул, там с надеждой, что нам еще все-таки поменяют машину, заодно зашли как раз-таки в музей Бергера, там мы встретили и сына его, и самого Сергея, они там сейчас делают еще один музей на сереброплавильном заводе, они там занимаются его там оснасткой, то есть у них там делал непроворот, очень интересное место, какое-то у него такая особая атмосфера, какая-то такая домашняя, заходишь, там приходится, какие-то камни навалены, какие-то вот как-то такое все, вот прям по-дамажу, прям как на даче, вот, ну, очень такие отзывчивые люди все, но меня, естественно, интересовал вопрос, как там дорога на сторону вот Лазурки, туда, куда я намеревалась, мне сказали, что вот плохая дорога, на Акимовку, что тоже сложно попасть и все, но они возят свои экскурсии, то есть если кто-то туда хочет, то вполне можно с ними договориться, и у них, ну, там, не знаю, там автобусами, наверное, все-таки, но все равно есть возможность попасть на все эти месторождения, там, на несколько дней, и экскурсии туда водятся, но так как мы не вписывались в рамки их экскурсии, да, там, мы поехали сами, соответственно, мы уже вот в ночь выехали, хотели до Змеиногорска доехать, но что-то я спать захотела, мы в Курье остановились, замечательное тоже место такое, и вообще я хочу сказать про дороги, дороги в Алтайском крае это вообще отдельная песня, это такая красота, это вообще вот эти бескрайние какие-то поля, там, подсолнечник, мы еще попали, когда время его цветения, вот это желтое, просто бескрайнее желтое вот поле, где хочется там, я не знаю, постоянно останавливать, что-то машину фотографировать, во-первых, все возделано, нету ни одного пустого клочка какого-то земли заброшенной, то есть такая прям житница, и это пшеница, рожь, там овес, то есть все зреет, все вот как-то колосится, и при этом, как бедный край, там Алтайский край, да, тут непонятно, да, но впечатление вот приятное, потому что едешь, машин нету, трассы вообще замечательно, что вот сделана трасса Кузбасс-Алтай, федеральная, шикарная вообще, прекрасная, тоже красивейшая, там такой ландшафт интересный, мест много там интересных, можно посмотреть по дороге, и до Змеиногорска тоже прекрасная трасса, вообще идет, вот сколько машин, вот прям дорога, видите, какая-то как ленточка такая, извивается, ни одной машины, транспорта там вообще не видно, и по камерам тоже очень хорошая обстановка, то есть вот в отличие от республики Алтай, камер, там вот на этих федеральных трассах, я так-то не видела, в принципе, может быть, ну на каких-то там пунктах, где там контроль веса, там габарит, это да, есть, или как выезжаешь там в деревню, а вот так вот едешь, никого, и можно особо не бояться, ну там и не гнать, естественно, но все равно. Так, ну мы остановились на лазурке, лазурка, это такое месторождение, медно-цинковое, недалеко от Змеиногорска, в Алтайском крае, оттуда красивые очень образцы, мы смотрели и в музее Бергера, азуриты, малахиты, поэтому решили посмотреть, что там, в принципе, доступно вот такому, как туристу, то есть мы с ребенком туда поехали, наверное, не как минералги, а больше как туристы, не особо утруждаясь там в поисках, то есть это было такое поверхностное изучение, знакомство с местом. Доехали мы туда нормально, то есть дорога, щебеночная вообще абсолютно проезжая, то есть на машине туда доехать, до самой лазурки не составляет труда. Дальше уже мы машину бросили на окраине и пошли вот по этой дорожке, вот они там уже отвалы показались, то есть там всего их три части отвалов, но мы изучили только вот самые ближайшие. В принципе, как только туда заходишь, сразу вот такие вот красивые глыбы с азуритом, ну, все это корочками, но все равно блестит. Откалывать, наверное, там что-то добывать в основном, может быть, не стоит труда, потому что они очень тоненькие, глыбы большие, но как место просто представить, как это все было, когда это только вскрыли, это, конечно, интересно. Поэтому в лазурке мы так чисто по поверхностям походили. Я знаю, что там, если дальше изучать, там можно найти совершенно другие образцы, но здесь у нас была такая знакомительная миссия, и мы туда добрались. И дальше основной нашей целью этой поездки, минералогической целью, это, конечно, было Акимовское месторождение. Оно золоторудное, оно действующее, и оно находится практически тоже в Мурзинке, только есть, оказывается, еще Алтайская Мурзинка. Да, то есть вообще там Мурзинок на Урале-то их, что ли, три? Я первый раз вообще приехала не в ту. Вот удивилась, где тут ваши копии с музеем. Вот, оказывается, там даже, ну, мне говорят, даже пять на Урале, и оказывается, еще на Алтае есть своя Мурзинка, и вот получается, если едешь по трассе, Мурзинка налево, а Акимовка, она направо от дороги, и мы подъезжаем. Туда как раз издалека тоже будут видны отвалы огромные, там карьер очень большой, то есть машинки там вот, они там маленькие, это я сверху фотографировала, где-то около 300 человек там работает, жизнь кипит, машины прям грузят, руду возят, золото там добывается в ионном виде, то есть, наверное, поэтому можно договориться с руководством о посещении этого месторождения, но все это надо делать заранее и как бы официально, то есть неофициально, наверное, я бы туда и не рискнула, вот. Но тут же мне выдали каску, спецовку, провели, вот, завели в будку геологов, вот в это вот, здесь как раз карты, потому что там взрывы ведутся, и поэтому надо знать, когда, в какой день можно посещать заранее. Нет, вообще, абсолютно не свободно, по договоренности заранее с руководством, ну, то есть, это как бы такая отдельная тема. Здесь мне провели инструктаж, я подписала там все бумаги, то есть, мне там график выдали, со скольки там я до скольки, то есть, все прям было по-взрослому, по-научному, то есть, у меня там цель моей работы записали, что я там собираюсь делать, то есть, это прям был официальный визит, вот, но там единственный нюанс был такой, что в этот день обещали сплошные ливни, грозы, дожди, то есть, с утра там, как с вечера начались ливни, как мы приехали, то есть, мы туда, в принципе, уже вечером подъехали, и с вечера пошли дожди, то есть, до этого прям жаркая погода стояла, и все, и дожди должны были идти три дня, а что такое дожди, вот на этом месторождении, если там везде глина, то есть, можете себе представить, потому что это сразу глиняные реки, машина говорит, если там сильный дождь, вообще машины стоят на месте, потому что наверх они там проскальзывают, там не могут даже подняться, то есть, это все, там жизнь останавливается, а тут еще и грозы, вот, но меня это не остановило, ну, вот в 10 утра, как я там должна была оказаться, погода была вот еще вот такая, то есть, я там как могла, эти тучи отгоняла, вот, то есть, светило еще солнышко, но прям все вокруг, рядом ходило, такое уже черное, темное, где-то там уже плевало, громыхало, ну, пока мне там погода дала возможность, хотя бы поковыряться немножко, то есть, меня отвели сразу на так называемые геологические отвалы, там в большом количестве, в принципе, можно, как они его называют, халк, халк тебе нужен, вот халькоперид, такой, здесь он, различных оттенков, там, ну, в основном он золотой, иногда встречается такой, с радужными какими-то там, да, побежалостями, вот, например, вот этот красивый, вот такие, да, там можно встретить, халкоперид, щеточки кварца, интересные, такой, тонко-игольчатый, такой кварц, малахит, там тоже можно встретить, ну, и хризакол, но хризаколу, вот в этих отвалах, хорошую, ну, как бы, не знаю, у меня тут есть, нету, вот этот образец, особо хороших хризаколу там не найти, в отвалах, но все равно там много чего можно, там, они огромные, изучать там можно, наверное, тоже их целый день, там потихонечку перебираю, вот, но самое интересное, это, конечно, там внизу, в жилах, да, потому что внизу хризакола, там вот такая, то есть она с кварцовкой, такой же там есть и малахит, но малахита там меньше, то есть хризакола, там прямо жил, жил окисление, как раз-таки там идет, и ее там, в принципе, достаточно, малахита поменьше, вот, ну, там меня настигла гроза, конечно, это я, наверное, первый раз в жизни оказалась на ровном месте, где не спрятаться, с железным инструментом, еще вот гром, прям вот рядом грохочет, молнии прям, вот буквально ряд бьет, я уже тут молоток, думаю, не брошу, а думаю, что я без него там особо делать буду, и шла там с ним на вытянутой руке, по этой грязище, я, конечно, до этого домика геологов, там, этот километр, бежала, не знаю как, по этим речкам, а потом мне еще там добрые люди сказали, говорят, ой, у нас так много людей в грозу погибает, я говорю, да ладно, то есть, хорошо, мне заранее никто об этом не говорил, но я чувствовала себя очень неуютно, я так быстро, тоже же камни не брошу, ну, там такое витрило, какой там зонтик, плащ на мне был, я первый раз в жизни сапог воду вливала, когда я пришла, просто полные сапоги, ну, какой на карьере, да, плащ это еврейский, ходят евреи, когда в синагогу, они живут, надо понаблюдать за евреями, это наряды, шапки, плащ такой широкий, большой, длинный, легкий, то есть, надо пойти в синагогу, посмотреть, там плащи дают, так, ну, Акимовка, конечно, вот она порадовала вот образцами вот такими, красивыми, да, в принципе, за хризаколы я туда ехала, халькаперита тоже там набрала, мы там познакомились еще, просто там такая интересная история получилась, что мы приехали в ночь, ну, вечером вернее, нам сказали, что, ну, как бы, попасть вы можете только с утра, соответственно, надо где-то переночевать, идет дождь проливной, рядом в поселке три маленькие частные гостиницы, которые забиты просто битком работой, ну, так как уже сезон, когда прям рабочие все живут рядышком на месторождении, и все забито рабочими, то есть, как я их там не просила уплотниться в комнатах, нигде мест не было, и вот нас там сердобольный таксист возил по всем этим вот гостинишкам, там сам звонил, сам это вот прям нас сопровождал, вот, я говорю, ну, ладно, может, знаешь, где-то палатку сейчас поставим, с ума сошла, какая палатка в такой дождь, он говорит, что, совсем негде жить-то, ладно, говорит, никому не сдаю, есть, говорит, у меня комната, типа, пошли, пустил нас к себе в хозяйство, у него там комнатка такая, он оказался бывший военный моряк, столько интересных историй, я там наслушалась, про местную жизнь, это словами не передать, это, ну, дорогого стоит, то есть, вообще хочу сказать, что, вот, все эти поездки очень интересны, когда начинаешь с кем-то общаться, вот, с местными жителями, какой-то вопрос задаешь, то есть, на ровном месте, какие-то, вообще, столько узнаешь о интересных моментах их, жизни, да, то есть, надо общаться с местными, то есть, надо их спрашивать, потому что, ну, лучше не в интернете поискать, это всегда вы успеете, а лучше сначала спросить у живого человека, и иногда это вам может быть каким-то новым знакомством, теперь все, я у него лучше там знакома, говорит, приезжай, всегда все, у нас и салом накормил, говорит, да я вон хряка, говорит, только что зарезал, сало будешь, ну, то есть, вообще он нам дал ключи, говорит, так, я сейчас по делам, говорит, на тебе ключи, все, и там заселяйтесь, то есть, люди абсолютно, настолько открытые, гостеприимные, вот, привет, да, ну, я думаю, как бы, я так, по телефону лучше передам привет, отлично, так будет наверняка, потому что я не думаю, что там дойдет до сети делом, очень легко вписываться, ходишь, стучишься в любой дом, главное, чтобы спальник был, говоришь, я напомню, да, вот спальник с собой, это, да, причем мы везде тоже предлагаем деньги, отказываются, да, что, сма сошла, деньги пустят, ну, ладно, там тысячи рублей, а дальше, да, поэтому надо везде общаться, я считаю, как бы не бояться общаться, в первую очередь, так дальше уже пошла у нас другая история, дальше пошла Слюдянка, это уже следующая поездка, то есть в эту поездку наши минералогические точки закончились, еще что хочу сказать про Алтай, что мы когда поехали на вторую часть поездки уже, в республику Алтай, то есть настолько некомфортно там себя чувствовали, в этом туристическом месте, ну, потому что мы там по Чемальскому, в Чемальске этот регион поехали вдоль Катуни, такое ощущение, что ты вот в Крыму в час пик, везде вот эта слишком понатыканная инфраструктура, то есть вот этой красивейшей уже реки, там горы уже практически не видно, везде видно только рекламные вывески, эко-супер-спа-отели, фазенты там прочие, там, я не знаю, удобства, лошади в прокат, сплавы, то есть вот этой вот красоты природы, там уже как таковой нету, ну вот на самом таком, туда надо ехать дальше, там уже будет один-то человек, оно может быть большое количество, да, вот, слава богу, что еще на карьерах, все очень хорошо, а то еще в карьере подбегут, да, поэтому у меня сразу там, вот такой говорит, вот давай обратно поедем, потому что мы привыкли, там народу никого, машин никого, здесь пробки какие-то, то есть там везде какая-то суета, просто какая-то суета такая, поэтому... Ну, там-то, конечно, там-то да, вот, поэтому следующая у меня поездка, как я вообще оказалась в этих местах, была посвящена вообще Малхану, то есть она и планировалась, как поездка на Малхан, но из-за ряда каких-то там стечений обстоятельств, что я должна была 5 дней сначала на Малхане провести, а потом там что-то не получилось, то там одно, то другое, то есть это самое, наверное, неопределённое из моих поездок, вот, которые, в принципе, когда-то были, потому что я как готовлюсь к поездке? Я хотя бы заранее, ну, первым делом бронирую машину, то есть билеты там, это понятно, но для меня главное транспорт, то что транспорт для меня это и жильё, и средство передвижения, и средство там попадания на какие-то точки, минералогические, потому что пешком я не представляю, как это делать. А здесь, получается, пик сезона, что-то бронировать вообще уже очень тяжело, то есть практически ничего нет, а там ещё такой регион, где всё праворукое, которому я вообще, в принципе, не знаю, как вот Дмитрий Анатольевич это водит, а я... Вот вам тут хорошо. Надо, надо, потому что там вот... Ну, они все старые такие там, эти праворубные машины. Ну, я думаю, где-нибудь там уеду, куда-нибудь в город там развалится, и что я там делать буду? Поэтому всё равно удалось какой-то там мне Volkswagen Tiguan забронировать, хотя бы это было единственное, конечно, там втридорого, но всё равно хотя бы это была какая-то такая повыше машина. Приехала я, несмотря на все вот эти неопределённости, и поняла, что на Малхан я в ближайшие несколько дней там по-любому не попадаю, думаю, ну куда деваться? Думаю, естественно, Слюдянка. Пять с половиной часов езды, так что нам ни почём. Вот, и я приехала, прилетев в Улан-Удэ, сразу поехала в Слюдянку. В Слюдянку я приехала, как обычно, ночью. Единственное, что я знала, как там сориентироваться, что мне все говорят, там есть музей Жигалова, езжай туда. То есть всё там, все крутятся, всё, что там про минералогию, всё там около этого музея, приди туда, там всё найдёшь. Я только знала, что вот Слюдянка, музей Жигалова, где-то ещё слышала слово перевал, что все ходят на перевал. Это все мои знания были, потому что это очень всё спонтанно, и у меня даже времени не было особо подготовить, потому что как бы так случилось. Приехала я уже к музею Жигалова где-то в 11, не стала туда стучаться, думаю, найду тут местечко, как всегда там на окраине, заночую в машине. Вроде нашла самое такое отдалённое, тихое место. Как всегда утром, уже с 6 утра какие-то толпы идут с рюкзаками, с палками мимо. Куда-то все прям и бегут, прям все куда-то вот по этой дороге просто вот бегом бегут. Я там с просонью смотрю, мужики какие-то идут в каких-то спецовках. Я открываю, значит, окно сонное, такая, ты говорю, куда все идут? Говорит, что в Пикчерского там 2000, я туда не собиралась вообще. Я говорю, а это перевал, где здесь далеко? Говорит, тебе отвалы? Тут недалеко, если карьер, там он работающий, там через город, там заезд совсем другой. Я говорю, а до отвалов не такой, я до Пикчерского сколько это? 12 километров. 12 километров? А что бы нам не сходить на Пикчерского в ту сторону? Ты давай машину там отгони к МЧС, там база МЧС была, я еще с дурой туда машину отогнала. Ну, а нормально в кроссовке? Говорит, нормально пройдешь. Я быстро там кроссовки переодела, ну, я не знаю, там все так быстро ходят, что, или я долго переодевалась. Я уже там никого не увидела, пошла в своем темпе, там смотрю, вдалеке показался вот этот карьер. Да подожди, этот карьер-то мне. Карьер, конечно, ну, от Вала безумно красивый, это мраморная, карьер на мрамор, все блестит, еще погода соответствующая, ну, как всегда, небо голубое, все это слепит глаза. Тут я вспоминаю, что на перевале все какое-то голубое кольцо тыщут, полезла туда по этим глыбам, там вначале они очень большие, там через них тяжело достаточно лазить, они такие острые, вот, и тут я увидела вот эти глыбы голубого кольцита, но эти куски, конечно, ничего не передадут, потому что он прекрасен, то есть среди белого вот эти вот блестящие нежно-голубые тона, но они прям вот явно прям выделяются, вот их издалека, видишь, да, но самый такой, конечно, кольцет, это вот, где спаянность видна, но его сложнее всего выколоть, то есть вот у меня вот на этой фотографии, вот она, вот она, эта глыба, и мой молоточек, ну и что я там, тук-тук, ну что-то, что-то, конечно, удавалось, но это было очень, вот там тоже мне кувалды прям не хватало, тоже было тяжело, но я там и не рассчитывала вообще, как бы, что-то такое серьезное добывать, поэтому думала, с молотком обойдусь, но такие вот небольшие вот кусочки, ну они красивые, они прям шикарные, да, но таких мало, вот больше все-таки вот таких вот, и там в одной глыбе вот я раскололу там кусочек маленький апатит, этот первый апатитик наш, он прям такой прозрачненький, но я ее долго колола, когда увидела, что там что-то есть, что она здоровая, шпинели я там не нашла, там ее уже давно не находят, шпинели, вот именно в отвалах, ну с фонарем, да, ну она там по миллиметр два, ну она там малюсенькая совсем, если есть, там в другом месте ее ищут, там на белой балке ее находят, прям вот в самой структуре, как она образуется, там можешь понимать по цвету пород, где она находится, как конечно, пустые породы, как можно дальше от белого, ближе к желтому, и там где, да, это вот как вот диапсиды, они все вот, вот как диапсиды, вот как только видишь такой персиковый цвет кольцет, сразу беги туда, к этому кольцету, там что-то есть, либо апатит, либо диапсид, там вот, то есть вот этот, мне кажется, его там весь уже и перебрали, переколотили, просто он видит, он весь такой растормошенный, как только, это не диапсид, а я имею в виду персиковый, ну вот этот вот кольцет, такого цвета, что в нем там все и ищут, потому что белый цвет, он как бы, хотя вот я вот этот в белом нашла, странно почему, там дорога хорошая, на самом деле, там можно, то есть вот на внедорожнике там можно подъехать, там единственное, что как бы, ну там получается, да, там без внедорожника там делать нечего, потому что там часть дороги, она по руслу реки, то есть там идешь, идешь, и дорога нормальная, потом такие булуганы, как вот валуны со дна речки, то есть она, видно, там русло гуляла, у меня, а, ну дальше, ладно, расскажу, там в этом году было наводнение в Слюдянке, и через речку там, то что дорога идет, то на одну сторону, то на другую, туда-сюда вот петляет, и там мосточки были, эти мосточки все подсмыл, там даже у них вот человек один там погиб, унесла его река, ну то есть прям там серьезно наводнение было, и мосточки смыл, но с другой стороны нет, куда без добра, зато сейчас новенькие мостики, потому что я по одному старому там ходила, там, конечно, такой он это, ну, надо в трезвом уме идти, ну как бы, шатки, да, прям шатки, перил нету, вот, сейчас там прям мостики хорошие, то есть прям вообще все очень живописно, красиво, речка сама красивая, то есть идешь утром там все в росе, все свежо, ягод полно, а я еще за этими мужиками-то побежала, я вообще не завтракала, голодная, я думаю, наверное, сейчас мне покажут, как там хоть куда идти-то, я же вообще не знала вообще, куда я приехала, на какое место оказалось, я приехала на самую основную трассу подъема туда, вот на пик черств, то есть я встала прямо у основного входа, мне прям везет на такие моменты, вот, я поэтому, ягоды меня спасали, ну, воды было полновано из речки, то есть там как бы с этим проблем нет, она чистейшая, вкуснейшая, вот, там и сжималось, там я в первый раз увидела, как красная смородина дикая, то есть там просто заросли кустов этой красной смородины, я сначала думаю, не понимаю, думаю, откуда здесь красная, ну, для меня красная смородина это участок, вот, дачные дела, вот, оказывается, она дикое растение, потом мне шишки стали попадаться, там видать белочки скидывают, там же кедры, но они там такие узенькие, такие нераскидистые, смотрю, шишка лежит с орешками, думаю, вот, орехи уже есть, то есть накормили, меня там накормили, да, жить можно, черник там, брусника, то есть там вообще вот проблем нет с едой, да, а потом вот, и потом я добралась до кафе, вот это мне было очень в тему, кафе, вот, кафе-привал, там прекрасные там были блинчики, что-то я там поела, приободрилась, тоже сидят мужчины, я спрашиваю, и тут я вижу вот такие вот грязные эти визитки, прямо на барной стойке, думаю, Хамар-Дабан, у меня сразу Висбор, я же с детства эти песни Висбора, там хрустит Хамар-Дабан, думаю, так кто ты, Хамар-Дабан? Вот, рядом, можно дойти, думаю, а чего? и у них спрашиваю, сколько идти до Хамар-Дабана? Говорят, а тебе до метеостанции? Говорю, метеостанция? Говорю, да, там метеостанция, для меня метеостанция что-то такое, навороченное, с какими-то там шарами, там, всякими прибамбасами, думаю, интересно посмотреть на метеостанцию, говорит, да, это метеостанция тут километров 9, наверное, а я уже еле дошла до этого кафе, то есть я прям шла, 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 думаю, как же там до Черского 12 километров, я до кафе еле дошла, думаю, ну ладно, подожди ж ты, ну ладно, перелесни, и, короче, они говорят, ну там 9 километров, я говорю, дорога как? да нормально, говорит, вообще прям, хорошая трасса, супер, говорит, ну последние 3 километра, ты поймешь, что ты в горах, я говорю, в кроссовках пройду, говорит, пройдешь, вот, у меня главный вопрос с обуви, там как бы нормально, да нормально пройдешь, я потом, ну последние 3 километра, я вообще поняла, что я в горах, и что я вообще, значит, никуда не дойду, не то, что я там, то есть я там каждый уже шаг, так с трудом давался, метеостанция, как она выглядит, вот она, вот там деревянный домик такой, просто стоит маленький, это метеостанция, но я все ожидала, я даже ее не поняла, что это метеостанция, пошла дальше искать метеостанцию, шла, шла, да вообще, а я еще смотрю, там такой столбик, на нем написано 23, думаю, что 23, думаю, что здесь в столбе 23 написано, вообще не пойму никак, такая наивная, вот просто, думаю, смотрю, там это турбаза, здесь, значит, такая тут же табличка, вода платная, 5 литров, прям вода платная, то ли у них воду таскают, куда-то там бесплатно, вот, ну что, вода платная, 150 рублей 5 литров, прям табличка под этой, под турбазой, ну, что-то с водой тут напряги, но оказалось, что потом только на метеостанции, там колодец, единственное, воды у них там реально, вот нет реки и нет воды, так вот, казалось бы, идёшь, там воды просто, ну, сколько хочешь, а там наверху, хоп, всё, всё закончилось, вот, там же встретила, ну, туристов очень много, с детьми, там даже ходят прям, семьями, прям такое очень популярное место, все в основном идут, там есть такое озеро в форме сердечка красивое, все в основном туда идут, но все с такими рюкзаками, там по 70 литров, то есть прям идут с ночёвками, а мне ещё спрашивают, а ты, говорит, на сколько дней-то? Я, в смысле, я, как это, на сколько, мне ведь, ну, я говорю, сейчас уже туда надо, к Жигаловым, я говорю, нет, туда-обратно, вот, потому что у меня план вообще был другой, что я с утра пойду к Жигаловым, мне скажут, куда здесь идти, вот, и я дальше уже составлю свой маршрут, и что меня дёрнуло, вот, посмотреть там этот карьер, и дальше туда, я не знаю, вот, и в итоге дошла я до этой турбазы, вот, Хамар-Дабан, вот, как раз на предыдущем, где она, всё, увидела надпись Хамар-Дабан, успокоилась, что я на Хамар-Дабане была, вот, там галочка есть, вот, там, а пик Черск, говорит, ну, как бы, там, три километра ещё идти, но над ним, вот, как раз там, такая вот, грозовая туча висела, и что-то там всё сверкало, я уже помню в Акимовке грозу, я решила туда, хотя у меня так прям, ну, свербило, думаю, ну, как же, вот уже пик, я же уже на макушке, на самой, вот, что бы туда бы не дойти, но вот эта гроза меня спугнула, ну, вот я как бы не знала об этом, да, что-то мне как-то, не, мне там одни туристы сказали, по поводу дороги, я говорю, как туда подниматься, говорит, ну, если, говорит, сухо, то можно, но, не дай бог, там дождь, камни скользкие, это, говорит, опасно для жизни, лучше не надо, и я помню, это всё-таки решила свою жизнь поберечь, вот, да, я к тому моменту уже так устала, а мне ещё, я когда с ужасом думала, что мне ещё обратно столько же идти, мне вниз сложнее идти, потому что, как-то, я не знаю, там коленки больше, что ли, упор на коленки, ну, не знаю, мне вверх, мне легче карабкаться всегда, а вниз, потому что кто с палочками ходит, им легко, они же всё-таки там упор у них какой-то, а вот когда так, я там палку искала себе какую-то, вот, вот, нет вообще у них там деревяшек, вот хотя бы какую-нибудь тросточку, если бы 15-ти, дошла потом я до кафе опять, опять там хорошо, можно было поесть где-то, это вот сама речка Слюдянка, очень красивая шумная река, прям такая течень у неё, и в ней тоже можно, в принципе, поискать там какие-то уже окатыши, там и того же Голубого кольца, это там, и, ну, интересные там попадаются. Но дело в том, что Голубой кольцит, он на самом деле выцветает. Какой? Он выцветает. Выцветает, да. Даже дома? Нет, дома нет, конечно. На солнце, да. Высокая энергия. Ну, то есть вот эти вот отвалы свежие, да, вот их надо смотреть свежими, брать со свежими. Рядом отвалы, они прям чёрным уже все покрыты, вот эти камни, я сначала не подумала, что это такое, потом присмотрелся, тот же самый кольцит, он прям вот весь моментально, там ещё влажность большая, и, видать, вот эти вот микроорганизмы быстро размножаются. Вот, но дожигал, я уже до машины, а мне ещё надо было сумку свою же забрать, которую с голубыми моими кольцитами, так я ещё всё равно пошла, ещё туда, ещё опять походила, ещё себе взяла несколько, ещё не могу так мимо отвалов проходить, ещё не зайти, ещё сумку пока там дотащила, ещё думаю, зря эту машину ещё туда отогнала, уже каждый шаг ногу натерла, иду еле-еле, думаю, что же со мной такое-то сегодня, 12 километров, всего-то вроде как бы туда-сюда-то вроде ничего. Я такая уже доехала, еле дожигаловой, уже шлёпки одела, думаю, всё, ноги уже не идут вообще, подъезжаю, смотрю, такая женщина такая хрупенькая, такая идёт, и прям, я прям почувствовала, что это она хозяйка туда, и в эту калиточку, я, подождите, у вас баня есть, то есть мне вот одно хотелось, это только вот горячей какой-то воды, в бане, там, хоть что-то вот, чтобы отойти вот от этой усталости, она так посмотрела, она так посмотрела, она говорит, ты откуда? С Хамар-Дабана, она говорит, куда, в кафе, что ли, ходила? Я говорю, нет, туда, к метеостанции, говорит, к метеостанции, говорит, так туда 50 километров, туда-обратно, я в смысле, да, так я говорю, ещё и по этому перевалу, сколько лазила, по этим камням-то, и туда, и обратно, она говорит, ну, молодец, 60, натопала, то есть для меня это вообще был вот шок, я думаю, понятно, что со мной не так, то есть я буквально вообще, думаю, это я первый день убила себя полностью, а у меня ещё как бы там неделя целая впереди, я думаю, я же вообще тут, наверное, ходить вообще не смогу, вот, ну, осталось прекраснейшее место, включай, сам Валерий Алексеевич уже в царственном, и сейчас всем заведует его жена, Любовь Михайловна, прекраснейший человек душевнейший, я у него сразу стала, мне кажется, как уже там, не знаю, родная дочка-внучка, вот, очень как-то, прямо она с такой, с любовью отнеслась, есть у них там и выставка на улице образцов, конечно, жалко, они там мхом немножечко начинают уже всё порастать, от старости, музеи вообще потрясающие, причём витрины, как она говорит, такие же, как в Питере, в Минералогическом, такие же деревянные, добротные, прекраснейшие витрины, просто потолок весь расписан, то есть это всё ручная роспись, он небольшой, но настолько атмосферный, какой-то прям, нет, ну так-то он там, ну он большой, ну, по сравнению с Ферсманом, например, там, или с такими, с Ферсманом не надо, но всё равно, вот на вот этой территории, да, собран столько образцов, и как-то они так всё компактно, красиво вот уложены, мне просто настолько там комфортно показалось, вот именно ходить, смотреть, и, конечно, место вообще, вот если туда ехать, то это, наверное, я бы туда вот первым делом бы забежала, просто посмотреть, пообщаться, и главное, что там собираются все любители ковыряться в камнях, вот, то есть это такой точка притяжения всех любителей камня, где можно там завести какие-то новые знакомства, тут же там тебя там проводят, ещё куда-то там что-то покажут, и сама Любовь Михайловна там тоже рассказывала, где что можно посмотреть, там покопать, то есть прям дочку у неё там тоже водят, по-моему, по месторождениям рядом, по соседству, места там очень, перелесни следующие, домики, то есть там можно остановиться, там есть, вот там домики уже с кухонкой, компания большой, у меня был такой номер там на четверых, где там вообще одна была, ну так всё прям по-домашнему, как будто приезжаешь вот в гости вот к какому-то там родственнику, как-то всё так очень чистенько, уютно, она всё своими руками, всё это всё хозяйство, всё сама всё это держит, всё цветёт, всё идеально чисто, то есть вот ванька там есть, там просто такая вот чистота, опрятность, я не представляю, как это всё, вот один человек всё это успевает, при этом ещё есть туристы, с которыми тоже надо общаться, с которыми там и постельное бельё, и вот это всё, всё просто вот идеально, вот, вот, но, там, ну, она же там постоянно живёт, да, она постоянно там живёт, причём они из Питера же сами приехали туда, да, мне кажется, да, там и экскурсии постоянно приезжают, и частные приходят, то есть, и всем она так всё рассказывает, интересно, вот, очень мне там понравилось, вот, но единственное, там следующее, рядом можно, тоже мне показали, где поискать, прям недалеко от речки Слюдянки, по правому берегу, там как раз-таки, скорее всего, отвалы, наверное, после того, как флагопит там добывали, там всё в отвалах, в этих, да, потому что, ну, я радовалась, подожди, подожди ещё, я радовалась, когда я нашла там первый кусочек аппатита, у меня прям счастье было, я, ну, я не знала, сколько его там, вот, ну, вот эти вот маленькие кусочки, там вот какой-то, вот у меня первый был вот такой вот кристаллик ещё целый, прям с гранями, то есть, это прям, вот, он прям вот-вот вроде как целый, то есть, ну, кристаллик, да, ну, это такая красота, да, просто обычно такие обломочки, а тут, вот, там я познакомилась с Юрием из Иркутска, то есть, я там сидела, как раз нашла этот кристаллик, сижу на него умиляюсь, тут мужчина такой, о, он говорит, пошли подальше, он на меня, пошли подальше, я буду, у меня лопата есть, я, я, я буду копать, ты разбирать, я, пошли, вот, мы там с ним тоже там поработали, понаходили, но он в результате мне отдал весь улов, говорит, ты где живёшь, я говорю, ужигал, говорит, и я ужигаловый, то есть, все как-то, вот, все, кто на горе встречаются, они как-то, вот, всё равно живут ужигаловый, вот, пошли дожигаловый, дошли, и, говорит, там ещё, одни ребята с Урала приехали, вот, и как-то мы всё с ними не, не могли там пересечься, а мне надо было на следующее утро отвезти машину сдать в Улан-Удэ, что самое страшное, что я настолько не располагала своим временем, потому что у меня вот машина была только на три дня, и вот эти там надо было вернуться, а мне так не хотелось из Людянки вообще уезжать, и опять же там с Малханом ничего не получалось, опять там то вездеходы сломались, то ещё что-то, вот, сжигал у меня там Любовь Михайловна, говорит, так, у тебя там, ты туда и не попадёшь, оставайся здесь, я говорю, ну, мне машину надо вернуть, а тоже до Улан-Удэ пять с половиной часов доехать, и мне надо в восемь утра её прямо вернуть, получается, в ночь я выехала, в одиннадцать, там в три утра я там уже была в Улан-Удэ, вот, заночевала тоже там где-то, вернула машину, поняла, что у меня на Малхан не получается, и первым поездом я села обратно в следянку опять, то есть у меня вот эти вот разъезды туда-сюда, вот, и утром я там уже опять у них, они меня уже как родную там все встречали, просто, вот я людей знала, там второй день буквально, все, меня там ждали уже, как прям, я не знаю, как будто, это уже все, я его уже домой отвезла, там уже он на Алтай, да, это уже у меня следует, нет, это там, нет, я хотела его на Малхан, но мне сказали, что там нету, да, он-то хотел на Малхан попасть, но не получилось, поэтому я ему Алтай организовала, поэтому у меня так все вот и получилось, вот, и уже во второй раз, я познакомилась уже с уральскими ребятами, и мы с ними пошли уже в Улунтуйскую пать, то есть это, если у нас Слюдянка, то река Слюдянка, получается, если стоять лицом горам справа, то это получается слева от нее, Улунтуйская пать, там раньше, я так понимаю, река Улунтуйка текла, и вот это вот русло еще ее осталось, прям видно, что выемка, но там самое интересное место, это, конечно, были, ну и есть они, штольни, где добывают апатит, вот, но когда я спрашивала всех местных, все говорят, что там опасно, прогнившие вот эти вот лестницы, крепи, то есть все там что-то прогнило, потом, по-моему, в каком-то, я не помню, там лет пять назад там все завалили специально щебенкой, и вроде, чтобы туда народ там кого-то завалило, по-моему, после этого случая, нет, Олегу ты знаешь, ну, в общем, сказали, что туда лучше не надо, но самые лучшие образцы там, но мы пошли по верхам, и в принципе жилы, они прям видны, то есть там куда не пойдешь, везде видны выходы вот этих вот апатитовых жил, но он там в таком крошащемся уже виде, то есть вот, показать, то есть тут они безумно красивые, я их не могла не брать, ну, как такое не брать? естественно, 40 килограмм я тут тащила, они все красивые, да, то есть, ну, уже на подходе, вот такой камень лежал у дороги, я его переворачиваю, тут уже вот кристалл, вот такой огромный, вот апатит, а тут, да, он разрушенный, но тут вот еще, ну, я его подковырял, поэтому он там прям целый, то есть можно еще найти что-то целое, что-то не целое, то есть вот такие вот тоже вот кристаллы можно, но это надо его, наверное, чем-то стабилизировать, потому что, мне кажется, он скоро рассыпется потихонечку, маленькие кристаллики, они более-менее сохранные, то есть вот чем меньше, тем у них сохранность лучше, есть вот, ну, вот это не прозрачные, да, там есть вот поменьше, которые уже такие прозрачные по роде, то есть все равно, все равно материал есть, но он разрушается, активно природа там берет свое, и все равно вот эти вот эксогенные процессы, они разрушают. Там мы спускались в разные вот такие вот щели, здесь как раз-таки вот эта вот щель с искополитом, вот этим вот, там такой он темно-зеленый, но тоже он очень такой хрупкий, и я даже его сюда нести не стала, потому что боялась, что не донесу, все очень хрупкое, вот, но и тоже там обваливается все сверху, но у нас был спелеолог со стажем, поэтому я за ним туда, по крайней мере, пролезала, вот, в одной из таких щелей мы нашли, ну, это мне показали, роговую обманку, я первый раз в жизни вообще ее увидела вживую, роговую обманку, то есть вот такие вот друзочки, где мы еще? Тремолитовая, да, Дмитрия Анатольевич? Дмитрия Анатольевича, это тремолитовая, вот такая, и она шла по контакту тоже с такой, с кварцевой какой-то жилой, кварц такой, он весь там прям оплавленный, не знаю, из-за чего он там, в таком странном виде... в виде... Растворенный, не оплавленный. Растворенный, да, это я так сказала. То есть вот такие даже кристаллики там можно... Ну, это прям редкость, то есть там вот кристаллизация кварца, это какая-то совсем редкая история, но такие были. Вот. Что я еще хотела сказать про... Даже рядом жилы расположенные, в них апатит все равно разного цвета, то есть вот идет там одна жила, рядышком вторая, в одной он вот какой-то голубой будет, в другой он такого вот зеленого какого-то оттенка, то есть вот жилы прям вот одна там через там, там 200 метров, там не знаю, 200, даже меньше там. И все равно они разные, то есть все равно каждый со своим характером, со своим цветом, где-то там по сохраннее, где-то вот... Ну вот здесь вот они вот выглядят рыхлыми, но на самом деле они очень такие прям сцементированы, жестко. То есть все, что вот щеткой вот я стряхнула, а все, дальше уже, я надеюсь, это так и останется, вот в таком виде. Ну и апатитов я насобиралась. Пинелики вообще даже обломков нет? Нет. А тут было вообще там? Было, а у них когда был, давно было. Нет, у тебя пока не было куски? там не апатитов уже вроде. Нет. Куски? На берегу Пайкала, там вот эта белая балка, и там вроде как, вот говорят, есть пинели. пинели. И на перевале. как именно на Уравит и Виалон. Это интересный. На Командомане, на Корейцевом перевал надо в Корею походить, и там вот виалон. Ну это в действующем туда, да, вот где свежая. Это самое ценное, что там можно взять. Но вообще, минералогия самого перевала, самого Виника, там во-первых, пять минералов, которые только там встречаются, которые, в Миндате посмотри. Ну там гоняют. Там надо ли бы договариваться, как-то там прямо. Вывровить, да? Туда не садись, пожалуйста. Там все, сюда. Вывровить, да? Да. Так, ну я сейчас, после Слюдянки, я мне позвонил Константин и сказал, что вот, надо завтра утром быть уже в Улан-Удэ. В Улан-Удэ. Да. А я так настроилась, что я уже никуда из Слюдянки не уеду. Поэтому мне быстрее на утренний поезд и бегом в Улан-Удэ. Вот. Но про Улан-Удэ я еще хотела, вот как раз, пока я там была, до этого, пока до Малхана, вообще рассказать, что у них там есть свой Арбат и остановилась как раз-таки в отельчике в таком, неожиданно, очень красивое место в самом центре. Вообще, город вечером очень хороший, он там с такими подсветками, ну интересно. Днем он мне как бы не так показался, а вот ночью, когда приезжаешь, он какой-то прям красивый. Но не побывать в Волгинском Дацане, приехав в Улан-Удэ, я считаю, это вообще вот непросто. Это вот там, как бы вы там не относились к буддизму, просто это такое место уникальное, где, не знаю, мне кажется, должен каждый посмотреть. Это центр буддизма в России, и вот настолько там какая-то атмосфера расслабляющая, что там же надо пройти вот этот священный круг вокруг и крутить барабаны, которые возносят молитвы. Барабанов там столько, и вроде как нам монах сказал, что для себя, за себя нельзя просить, надо просить за кого-то, ну что-то такое. И вот уже там столько барабанов, а три круга надо в идеале пройти, уже начинаешь вспоминать, кому, чего надо пожелать, и понимаешь, как мало ты проблем чужих вот всё-таки в себе носишь, ну это, наверное, полезно, да, в воспитательной такие цели, вот, и вот уже по 10 раз одной тоже же не будешь. В общем, место вообще потрясающее. Во-первых, оно настолько яркое, красивое само по себе, настолько там интересно, ну и, конечно, дворец с нетленным телом Тегелова, это просто там до мурашек пробивает, вот он прям вот сидит, он живой, 170 лет ему, и кто не знает, почитайте об этом феномене, то есть вот есть четыре состояния человека, и вот как четвёртый вели феномен Тегелова, то есть это и не смерть, и не жизнь, это вот отдельное состояние человека. И сейчас можно, если раньше его выносили, то сейчас он сидит у себя в дворце, там после пандемии его оградили стеклянной перегородочкой, но всё равно он не в каком-то кубе, то есть тот же воздух, что и мы с вами, он всё то же самое его окружает, но на него вот можно смотреть, доступ там абсолютно спокойный, нет, там прям, знаете, какая энергетика мощная, вот даже, ну не знаю, прям заходишь, как-то, даже те, кто не в курсе чувствует. Самати, да, называете это состояние? Да. Когда у тебя тело как-то консервированное, душа там своим телом не занимается, вроде бы ты не умер, да, и в данный момент ты не находишься в духовном мире, в других пластах, видимо так. Ну, то есть это такое состояние, когда человек может вернуться в свой момент в это тело, в этом виде. Ну, вот я не знаю, как вот в этом случае дыхание там и сердцебиение есть или нет, вот у него, например, дыхательные практики, когда на нет практически ты, жизнедеятельность организма свой цену нет, вот, но тело при этом, оно... Но мне кажется, вот у него какое-то другое немножко состояние, что у него вообще жизнедеятельности организма как таковой нету, то есть там никаких вот вообще таких процессов, да, там дыхательных, там сердцебиения, ничего нету. Но где-то я читала, что у него какой-то редкий-редкий импульс мозговой, где-то кто-то там лавит, ну, хотя вот на монах там ему говорят, нет, ничего такого нету. Но судмедэксперты не могут сказать, умер он или жив. То есть вот, ну, как бы ведущий там судмедэксперт приехал, говорит, я не знаю, что писать там в заключении. Ну, там, это вот, как они говорят, вам этого не понять, это вот наше, мы понимаем, что такое. там есть... Все, что мы описали после корпоратива можно ощущать. Да, тоже феномен, да, такой. Ну, это все, спецкородки, да, интересно там все. Да, понятно, да. Там есть такой камень желаний, вон там будка такая, там в нем камень желаний с Тибет-то привезет. Надо вот, вот с этой вот точки, вот примерно, вот монах стоит. Ну, я не знаю. Камень, какой камень? Ну, камень, тибетский, тибетеит. Да, я не говорю, я не ковыряла. Камень счастья. Вот. У вас камень счастья есть? Есть. Вот. Ей говорят, ну вы посмотрите, вот выберите, который вам улыбнется, тут есть камень. мы так же говорили. Вот. Для этого камня надо дойти, дотронуться с закрытыми глазами, с вытянутой рукой, а там перед ним лужа большая, там дожди прошли, там такая лужа, то есть, ну, все же такие нарядные, вот, в лужу никто не хочет заходить, и надо так траекторию с закрытыми глазами свою построить, чтобы вот обойти лужу и дотронуться до камня. Очень интересное занятие, но монах он нам подсказывал, я как-то так, то ли что-то такое пожелала, я уж не помню, что я с закрытыми глазами обошла лужу с так раз такой холодной камень, меня же прям все зааплодировали, как-то я прям до него сразу дошла. Вы присасываете камня? У меня, да, туда, вот, тянет туда. Тянет туда. Да. Давай дальше. Ну, после этого вообще, вот, после этого посещения места как-то жизнь налаживается. Казалось, ой, там меня туда не получать, сюда, меня вообще как-то и расслабилось, сразу все сложилось, сразу все получилось. И вот оказалась я на Болхане. Прямо для учебника пигматиты. Да, причем они там разные, пигматиты, вот, я была на, получается, четырех жилах ракутянка, Прелюдия, Геологическая и Амировская. Вот, все там, конечно, расчищено. Ну, какие-то встречаются вкрапления, там можно посмотреть, как оно это было, то есть, там прям, ну, ощутить объемы, которые здесь были. Место, конечно, потрясающее, потрясает вообще масштаб вот этой проделанной работы, да, ну, двоякое ощущение, что горы все прям жалко, вот, с одной стороны, вот, но, видать, разведка, она такая, поэтому тут и так, и так. Вот такие вот породы, как раз с турмалинчиками розовыми, там можно наблюдать, пробы там как раз около базы, можно посмотреть, как брались, тоже там оценить. Такой момент еще застало, как раз, как раз так, земля содрогнулась, а там дальше видно, турмалханы были, у них так, хоп, такой дым, они так редко взрывают, и я попала как раз на момент взрыва, ну, прям, как-то, не по себе, прям, как будто в землю так выстрелили, и прям так, прям чувствуется, как такая-то, пошла по земле, да, то есть, вот там они работают, да, здесь сейчас на этих жилах никаких работ нет, поэтому, вот, например, турмалина вот в породе, вот я там нашла кучку, рассматриваю, да, и там на базе жили две, как раз таки, лаечки, они там всюду сопровождают, поэтому, ну, как-то так вот прийти не придешь, они вас сразу вычислят, вот, поэтому, ну, в официальном, вот, можно попасть, наверное, по договоренности, но место так, конечно, интересное, и пособирать там обломки какие-то можно было, немного, вот, все, что осталось, но это же все валовые пробы, поэтому, добыча там, как таково, еще не ведется, поэтому, пока что это только разведывательные, да, вот эти действия, что дальше будет прям страшно представить, поэтому, место перспективнейшее, и после Малхана, я там была всего, даже меньше, чем полдня, поэтому, ознакомительно посмотрела, все, что я хотела увидеть, увидела, в принципе, галочка у меня теперь стоит, что была на Малхане, какие-то образцы у меня есть, к сожалению, не пришел у меня груз еще со всеми вот последними образцами, ну вот, где ты, подсветка, красивая, да, но это большое, это прям, не надо думать, что там таких много, вот, арбузный, и дальше, это моя самая, наверное, такая вот, любимая, ну, поездка, вернее, часть этой поездки, это поездка на практически границу с Монголией, там, мне сказали, есть флюориты, то есть вообще абсолютно без привязки, абсолютно вот, опираясь только на там название местности и спутник, поехала непонятно куда, непонятно вообще, где какие дороги, как туда подъезжать, где чего искать, вообще ничего не знала, посмотрела по спутнику, что, ну, в принципе, там что-то похожее, как бы вот на горных, там, да, каких-то там, что вроде как, что-то неровное, там такое, крапинка, как, ну, что там, знаете, если спутник увеличить, там же, ладно, поеду, посмотрю, и как-то вот тоже попало пальцем в небо, причем сначала хотела машину на трассе бросить, потом смотрю, вроде какая-то там, через вот эти поля, луга, что-то где-то такая сначала слабенькая колея, такая где-то примятая, потом она такой уже в нормальную такую колею переросла, то есть, ну, я теперь знаю, что можно ездить по лугам, не так страшно, там вроде таких камней, где нету, то машина, ну, твердая почва, и очень все хорошо проезжает, то есть, ну, главное, чтобы там каких-то речушек там не было, вот, и прям доехала практически до этой жилы, вот этой флюоритовой, нашла, смотрю, такой кусок, там начала колоть, прям жильный такой флюорит, а у него там интересное очень сочетание с зеленой, фиолетовой, желтой и розовой, то есть, вот эти вот какие-то переходы, и причем внутри, как будто там проникают по трещинам, как какое-то там, не знаю, там железнение, что ли, дендритики такие внутри, но вот они и не приехали, поэтому я так вам на пальцах расскажу, ну, вот какие-то вот есть, и там тоже случилось интересное событие, это потом я вот эти нашла еще, это потом, то есть, я копаюсь в этой жиле, только вот, буквально только-только я приехала, и слышу, а вокруг вообще никого, ехал ни машин, никого, просто вот, ну, абсолютно, все пустое, там населенный пункт, он где-то дальше, а здесь вот просто вот, я там, птица одна только большая надо мной летала, говорят, это местный дух, это был дрон, это духа в дрон, ну, мне сказали, что у них дух в форме большой птицы летает, вот, я как-то приехала, она раз, ниоткуда просто появилась, такой орел огромный, ну, прям надо мной такой-то полетал, вот, ага, тут еда пришла, может, сдохнет, да, 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 вот, и тут такой звук мотоцикла, причем не с того места, откуда я с трассой приезжала, вообще откуда-то из-за горы, откуда-то оттуда мотоцикл, а там вроде как табличка какая-то охотничья угодит, сейчас может тут повяжут, что-то я тут не то делаю, и так мотоцикл, а у меня прямо посередине дороги машина стоит, то есть я там никуда ее не спрятать, и он тут глушится, я думаю, ну все, думаю, идут по мою душе, тут смотрю, значит, местный такой, мужчина такой идет, такой, ой, говорит, я думал, тут кто-то лес, это пилит, говорит, ну, не девка же, и оказалось, что, я говорю, что делаешь, а у меня сразу отговорка идеальная, вот на любой момент вообще, вот как что-то, любая непонятная ситуация, где-нибудь я там лохматые, грязные иду, там с каким-то странным мешком, где камни, еще что-то, я говорю, да мы геологи, мы такие, ну вот все, говорит, что геолог и все, вообще все вопросы отпадают, вообще, то есть это вот идеально, то есть вот где в транспортной компании, когда ты там что-то странное грузишь, говорит, ну геологи, а, ну понятно, и так вот сразу снисхождение такое, и не надо ни перед кем оправдываться, ничего объяснять, то есть это вот слово, ну там сразу все, геологи, да, вот воспринимают как юродивых, но мне-то все равно, вот он, да как же, ты представляешь, я 20 лет назад эту жилу сам разрабатывал, говорит, это я эту жилу раскапывал, говорит, я 20 лет здесь не был на этом месте, тут ехал мимо, там по другой дороге, дай-ка, думаю, сверну сюда, проеду по этой трассе, вспомню там молодость, что я тут посмотрю, как тут, 20 лет человек не было, а я говорю, а кто-то тут был, говорит, никого за 20 лет больше никто не копал, то есть я пришла в этот момент, он приехал вот именно 20 лет спустя в этот момент, и мы вот прям вот, вот мы вот пересеклись, он вот прям долго не мог отойти от этого, ну как же так, ну 20 лет же не было, ну как же так получилось, я говорю, ну вот, бывают такие, потом так же уделил, что они, слушай, они там закончили разведку и так и оставили, да? Нет, они выработали жилу, а выработали просто флюорит, забрали и все, там флюорита много, мне кажется, вообще, ну в принципе, потому что там сейчас какие-то предприятия еще строят, ну дальше, правда, он говорит, где-то звенит, поэтому, не знаю, но там собираются сейчас дальше еще разрабатывать, то есть флюорит там есть и будут его разрабатывать, уже, ну, в масштабах других, вот, а эту, да, они выработали, ну там часть осталась чего-то, но оно все уже такое, вот с ожелезнением, там такой он страшненький уже под выветрилой, вот, но все равно, вот он меня там провел, а желез куда-нибудь уходят, там в карьеру, в стены, уходят какие-нибудь железы, там стены карьеры, или как она, я до стены не должна, ну где-то, наверное, там есть, но я так высоко туда не ходила, в гору, ты просто из быт, которые везде валялись, из-за отвала, там какие-то кусочки были, ну жил ее не расколоть, там особо, что у меня вот этот молоток каменьщик, и что я там им наколю, ну и там колоть, он особо не симпатичный, то есть он такого качества, там выкалывать особо не интересно, а вот эти, которые в отвале, глыбы, они как-то, не знаю, сохранились посвежее, их колешь, и там внутри цвет какой-то там попадается, там они интересные, вот, и он меня, значит, а он приехал на мотоцикле, а я тут увидела сразу же мотоцикль, можно сфотографировать, в итоге я уже поездила на этом мотоцикле, вот, он такой, посмотрел на сумку, говорит, давай, говорит, я-то знаю, какой малахит тяжелый, мы тут по два ведра, каждый раз там натаскали, вот сколько, говорит, я знаю, какой он тяжелый, мне помог сумки донести, посадил меня на мотоцикл с этими сумками, довез до машины, потом еще там вверх, короче, я там на мотоцикле покаталась, он у него новый, два месяца ему мотоциклу, вот, говорит, это мой железный конь, говорит, мне за скотиной тут что там не угонишься, вот, и он вместо того, чтобы на лошади, вот он на мотоцикле там свою скотину там пасет, да, прекрасный человек, просто вот, не знаю, какой-то очень душевный, мне очень много там историй рассказал, про то, как они там добывали, чего, показал там место, где у них там была их будка, она там была разрушена, вот, и, ну, дальше я там нашла местечко с вот такими красивыми, уже там раздувчик был, и вот как раз-таки там с кристалликами были, ну, это прям, да, вот эти красивые кристаллики, это такая, ну, опять же, я не смотрю, а взять вот только по кругу, что отколотится, потому что внутри, в глубине, ну, не взять без инструмента, вот, осталась я там на ночь, никуда не захотела ехать, а мне надо было уже на следующий, ну, через день улетать, то есть это такая была под завязочку уже поездка, вот, и этот день был как раз-таки вот та самая голубая луна, суперлуния, вот, которая там раз в сколько-то, я сижу, костер там себе разожгла, что-то воду кипячу, тут раз так светло стало, что-то такое, не пооглядываюсь, а там из-за горы такая луна огромная, она сейчас с каким-то таким свечением радужным, то есть тут так не видно на фотографии, но прям такая необычная, огромная-огромная, на фотографии так не передается, вот вылезла эта луна, вот, и я там с этим одна костром, вот, потом я этого спрашиваю местного, мы же с ним уже по телефону общаемся, и всё, я говорю, ну там живности-то, наверное, нет у вас, говорит, в смысле, говорит, нету, говорит, ты как раз где осталась ночевать, а он, как мы с ним там пообщались, он сосел, говорит, ну всё, я домой, ты здесь, я говорю, да, я здесь, но я телефон записала, думаю, на всякий случай, чтобы у меня какие-то контакты были, я говорю, ну там же нет никого, потому что я смотрю, там такие, ну, как бы особо не обросшие места лесом, он говорит, у нас там медведь, это медвежонок, медведь там ходит вот рядом, говорит, а там где ты как раз осталась, там, говорит, волков много, я как это, а я слышу, что кто-то всё ходил, думаю, кто там ходит рядом, ну, говорит, ну они там машину видят, там костёр, они не подойдут, я говорю, а вдруг какие-нибудь там чудные, там больные, говорит, есть там, говорит, один старый, ну, там ты его не бойся, он без зубов, что он сделает, я думаю, если ко мне волк без зубов подойдёт и попытается меня что-то сделать, да, говорит, он нормально, говорит, он старый, слабенький, ну, что он без зубов там, у него зубы, говорит, выпали все, у него челюсть без зубов, я говорю, тут я так посмотрите на этого волка без зубов, я говорю, я его покормила бы чем-нибудь, жалко, без зубов такой, вот, рысь там тоже бегает где-то, ну, говорит, я там сидела вообще даже, ну, никого нет, как хорошо, там сверчки одни какие-то эти летали, там стригнули, там кто-то ходит, такое ощущение, а это волки, оказывается, ходили, вот, все, вот, здорово, 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 здорово,